Это была какая-либо идейная бомба, потому что это показало, что первый храм немножко господин Савраншин. И это такие социальные тенденции небезынтересны. И вот сейчас, вот количество. То есть если мы посчитаем, что вот это все популярно, да? Изначально импортный ресурс, сейчас он стал уже русским, до 2006 года. Но если мы посчитаем, что вот, тут не совсем правильные описки, не русских, а русскоязычных блогеров, ну, миллион двести, если это все просто такие люди со солнцем к нарциссизму, да, экземпляционисты, я сегодня скушал булочку, посмотрели на меня, ну, это значит, что психиатрическая катастрофа, если мы видим только эту компанию. И вот это количество живых блогов, снято, данные, в общем, достаточно свежие, да? И, то есть, сперва шла речь о том, что такое блоги, потом идет речь, вы на чем, на блогере создавали, да? Разницы никакой. Просто, ну, нам было важно, потому что в Рунете, да, это более популярная класса. И погрузить человека в контекст проще здесь. Значит, что-то, это уже такое культурологическое явление, которое, ну, образование, в том числе, и не учителось, но и нас в общем стране. Ну, вот это такая терминология. Ну, что интересно, это всегда литератор виселишь. Разрешите вас зафрендить, отфрендить. Сейчас вы. Да. Не знаю, это существует в блоге или нет. Значит, ситуация френда, она по-другому не сказать. Можно было бы ситуация друга, но тут разница таких русских импортных ментальностей, да? У нас есть, если друг оказался вдруг, если друг приятель, друг подруга, это все разные смыслы, да? А френд, ну, вот это мой бренд-бойфренд, я с ним хожу. Ну, это старый мой бренд-бойфренд, я с ним сплю, а теперь не разговариваю, да? Ну, это, здесь этот термин просто, я могу тебя тогда не видеть, ты как человека терпеть не мучаешь. Но мне интересно, что ты делаешь, да? То есть ты потенциально интересен для меня информационный источник. И вот здесь появляется всякий фермент, я организую себе блог, в этом же образовании, и знаю, что у меня есть лисунты, ты, 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 ты. Я тебя включаю, у меня получается, выстроенное в хронологическом порядке, выстроенное в хронологическом порядке, то, что называется френдлер, что это такое? Ты неинтересен, ты неинтересен, ты неинтересен, я тебя не беру, ты интересен, а вы тоже неинтересен. Хотя по-человечески я вас очень могу любить. Это тот, ну, идеал, громко сказать, но то, к чему мы стремимся всегда, когда имеем дело с любой информацией. Мы всегда, мы много встречали книжек, где на месте страницы воды есть одна мысль, мы должны ее вычленять, весь остальной шлак читать. Мы смотрим телевизор, пошла реклама, да? Есть запрошенная информация, а есть та, которую нам дают. Любая из ответа там с редакционной политикой. По сути, мы организуем свой информационный канал из кусочков кубиков собираем, да? Которые нам по любым причинам, профессионально, лично, интересны.